Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Один день из жизни спасателей. Кто стоит на страже нашей с вами безопасности? Специальный репортаж. С начала сезона с Анапских пляжей вывезли более 900 тонн комки. Быстро и качественно. Многофункциональный центр предоставляет анапчанам 223 услуги федерального, краевого и муниципального значения. Сегодня честовали анапских пожарных. Их поблагодарили за масштабную работу по тушению полигона ТБО в Хуторе Красном. Торжественное мероприятие состоялось на территории 11-го отряда ФПС по Краснодарскому краю. Напомним, что в июле на свалке бытовых отходов в районе Хутора Красный вспыхнул пожар. Тяжелая борьба с которым растянулась на несколько дней и потребовала мобилизации как специализированных, так и привлеченных сил и средств. Максимум усилий приложили личный состав Анапского пожарно-спасательного гарнизона и службы спасения Анапы. Благодарность человеческая за тот труд, который вы оставили на этой свалке и решили большую великую проблему для нашего курорта в разгар курортного сезона. Спасибо большое. После торжественной части и вручения почетных грамот и благодарности главы города-курорта для гостей мероприятия провели экскурсию в служебное помещение отряда и ПСЧ-44. Состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны и ушедшим из жизни в мирное время. Год от года все больше отдыхающих внимательно относятся к предупреждениям, которые слышат от спасателей на пляжах. В городе-курорте работает многоуровневая система обеспечения безопасности на воде. Специальный репортаж о том, как неписанные морские законы помогают предотвращать несчастные случаи и спасать жизни, если до этого доходит. Объезд пляжей. Его проводят утром, в обед, вечером. В зоне ведения муниципального поисково-спасательного поста, который находится в станице Благовещенское, с десяток таких точек проверяют, на месте ли персонал, есть ли сложности, а также рассказывают о ситуации. Дополнительный инструктаж. Море спокойное, прозрачное, но ветер с севера, а это означает, что любители загорать на надувных кругах и матрасах уносят в море. Одно такое плавсредство без хозяина. Спасатели говорят, что он вовремя его покинул и благополучно добрался до берега в плавь. Этот сезон более спокойный. Может, люди стали более здравомыслящие. Раньше при Северном метре мы за день вытаскивали из моря от трех до десяти человек, унесенных в море. В этом году люди более здравомыслящие, уже как-то не рискуют так гнаться за матрасами и далеко на матрасы не заплывают. Более они как слушают предупреждения о запрете купания на надувных предметах. Юрий Шишков во главе Благовещенского поста полтора десятка лет. Примерно столько же Нина Воробьева руководит базой отдыха. Говорит, что чувствует себя спокойно, потому что подчиненные ей спасатели под дополнительным контролем, а отдыхающие под защитой. За ними, как за каменной стеной. По первому вызову быстренько приезжают. Это 34 секунды и катер уже около нас. Вместе с руководителем персонал Благовещенского поста 9 человек, включая двух медсестер, что позволяет оказывать уже не просто первую помощь, а проводить реанимацию. В зоне ответственности территория от Витязева через Благовещенскую до конца Бугасской косы. Это место любят серферы, дайверы, у всех есть катера. На связи в буквальном смысле все со всеми, включая пограничников. На здешней акватории в полной мере действуют неписанные морские законы. У нас есть рация, когда мы связываемся с ними, у нас есть телефонная связь, есть у нас какие-то проблемы, отдыхающие часто теряют своих детей. Мы находим у нас громкоговорящую связь, которая работает по всему нашему пляжу. У нас есть плавсредства, которые могут доставлять отдыхающие, которые у нас ушли в море, унесло их. У врачей, кратых гиппократов, так у моряков надо прийти и выручить, спасти жизнь человека. По словам Игоря Досычева, иногда отдыхающие, которым уже необходимо помощь, реагируют не совсем адекватно. Спасатели отмечают, что на море грань между обезопасить отдых и спасти жизнь очень тонка. Многие просто не осознают реальной опасности. Когда идет штурм, мы проезжаем, объясняем о том, что запрет купания опасен для жизни. Люди соглашаются. Мы проезжаем, оборачиваемся, они сзади нас смотрят на нас и обратно заходят в море. Они просто не понимают того, что это стихия, что это опасно. Когда волна поднимается, это до десятка тонн. И что с ней не каждый человек просто справится. Взрослые, они еще детей туда тянут. Каких-либо административных рычагов для воздействия на отдыхающих у спасателей нет. А на помощь они придут в любом случае. С начала сезона с Анапских пляжей вывезли более 900 тонн комки. Примерно четверть всего объема пришлась на последние пару недель. Температура воды поднялась выше 20 градусов и водоросль начала интенсивно расти. Комку выбрасывают на берег трактором, а ночью собирают. Больше всего ее прибивает к берегу в районе устья реки Анапка и далее вдоль первых километров Пионерского проспекта. Специалисты подчеркивают, что это просто морское растение, абсолютно безвредное для здоровья. На море метров 20-30 стояло сплошняком водоросли. Но сейчас осталось только, как видите, люди идут, ну метров 5-6. Я думаю, к этим выходным должно море быть готово. Центральный пляж и сюда до россиянки, вот это болезненно основное. Дальше туда, в сторону витязи, там почище, там меньше ее. Это никакого вреда. Наоборот, это раньше, когда я в том году облаживал врач, в Анапе открыл первый санаторий, облаживал травой. И много йода, бромосодержания летит людей. Крымский федеральный округ упразднили. Сегодня президент России Владимир Путин принял решение о его вхождении в состав Южного федерального округа. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это мудрое решение президента. Цитирую. Крым еще больше наш, чем раньше. Республика теперь в составе ЮФО. Добро пожаловать, соседи. Наконец, весь юг страны сможет развиваться комплексно. Не время жить самим по себе, написал глава Кубани в своем микроблоге в Твиттер. Эффективно и качественно помогать жителям города получать услуги. Вот главная задача работы многофункционального центра в нашем городе. На сегодняшний день центры предоставляют инопчанам 223 услуги. 36 окон оборудовано для оказания государственных и муниципальных услуг в сферах земельных, имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти. Только за этот год МФЦ обслужено 115 тысяч посетителей. В настоящее время наиболее востребованными становятся услуги Росреестра миграционной службы. Увеличилось и количество обращений по вопросам социальной защиты населения. По востребованности на первое место вышли услуги управления образованием. Более 12 тысяч обращений. Теперь у Анапского МФЦ имеются свои странички в социальных сетях, в которых размещается информация о наиболее актуальных изменениях и услугах, предоставляемых в центре. Напомним адрес. Анап, улица Шевченко, 288 А. Телефон горячей линии МФЦ 9-21-04. И к другим темам. Сегодня верующие отмечают день крещения Руси. Это событие совпадает с Днем памяти князя Владимира, при котором в 988 году древнерусское государство обрело православную веру. Утром храм иконы Божией Матери Державная посетил епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Возглавил божественную литургию и поздравил с праздником всех православных. Поздравляю жителей города-курорта Анапы, всех жителей Новороссийской епархии Геленджикской с этим замечательным праздником, праздником Днем Крещения Руси. Хотел бы пожелать всем этого всего здоровья, терпения, силы, любви. Традиционно после службы верующие совершили крестный ход. Впервые в этом году торжественный молебен прошел на месте строительства нового храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. В единении веры и любви славим Тебя, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Напомним, ровно год назад владыка феогност совершил чин освящения закладного камня в основании будущего храма в честь князя Владимира. Строительство церкви ведется ежедневно. Каждый прихожанин, а также власти города и предприниматели вносят свой вклад в это благое дело. Мы очень надеемся, что усердием и доброй волей главы города, и тех предпринимателей, как раньше говорили, меценатов, храм, конечно, к следующему празднику мы сможем там послужить. Очень хочется и надеяться на это. Хочу поблагодарить всех, потому что без помощи людей, без помощи предпринимателей, без воли, политической воли и желания руководства города и района невозможно ничего сделать. Когда будет это все, всем миром всегда легко строить. По окончании богослужения всех прихожан, воспитанники воскресной школы порадовали праздничным концертом. Внимание и экстренное предупреждение. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 31 июля местами в крае ожидается пожароопасность 4-5 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать и правила пожарной безопасности, не разжигать и костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы «Новости». Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин